Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня основная серия на проекте Мазин Холиплей, и если вы хотите начать со мной играть, то вся информация будет в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Сегодня у нас будет интересное видео, потому что в этой серии я буду снимать админ будни, то есть админ патруль, я буду следить за игроками, наказывать им и так далее. Это мой первый раз, пацаны, то есть мои первые админ будни на проекте Мазин Холиплей, поэтому строго не судите, я постараюсь сделать реально классный видосик, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал, и не забывайте также вводить мой промокод, пишите MM, 7 пункт промокод, указать друга ютубера, вводите промокод Кирилл Гейм Капсом, за этот промокод вы получите 450 тысяч, поэтому вводите. И, в принципе, получайте свои бабочки, потому что промокод реально чётенький, качайте уровень и, в принципе, забирайте бабки. Сейчас онлайн на проекте 340 человек, то есть сейчас 3 часа дня, и я решил записать админ будни, давно хотел это сделать, просто руки не доходили, как бы, а сегодня я, как бы, решил записать такое видео. И надеюсь, что оно вам понравится. Давайте постараемся в этом ролике набрать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Сегодня я просто буду, как бы, следить за игроками, то есть через админочку, смотреть, чем они занимаются и кто будет нарушать. Мы, конечно же, их будем, в принципе, наказывать. Я думаю, это всё понятно, поэтому сейчас будем начинать, короче, этим заниматься. То есть я постараюсь сейчас за репортом смотреть, просто сейчас много, как бы, админов. Если что, у меня админка пятого уровня, то есть два админа первого уровня сети и два админа четвёртого уровня, поэтому особо репорт я не смогу забрать, потому что админы, как бы, тоже работают. И они работают очень быстро, поэтому я не всегда буду успевать. То есть реально, пацаны, я очень сильно волнуюсь, типа, ну, насчёт, как бы, этой рубрики, потому что если вдруг у меня наказание не запишется на видосе, а я накажу игрока и потом не смогу доказать то, что нарушал, то мне будет жопа, пацаны, как бы. Поэтому я очень сильно волнуюсь, походу, читер, да, двадцатый или нет? Давайте его статистику посмотрим. Мне кажется, что это читак, у него седьмой уровень, у него, как бы, тачка Мерседес. Так, давайте спек 20. Что-то он как-то очень сильно быстро работает, вам так не кажется? Так, он уже нарушил, то есть я могу уже его за норпсду посадить, в принципе, но как-то он какой-то сильно подозрительный. Давайте посмотрим. Я вот реально хочу за ним последить, как бы за норпсду мы уже его можем наказать, но что-то мне кажется, что он использует читы на работу уборщика. Так, на норпс, да, еще одна есть. То есть на норпсду точно он отлетит теперь у нас, потому что он жестко нарушает. Он, как бы, видите, ездит по полям, ну, как по полям, срезает просто. То есть реально пацанчик нарушает, пацанчик очень сильно работает быстро. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ага. Вам не кажется, что он читак, пацаны? Ну, чекайте просто, блядь, за четыре секунды он полностью это все делает. Все, я его забанил. Чит, получается, 30 дней. Я хужею просто, я хужею. Тупо, пацаны, мой первый читак, понимаете? Мой первый читак. То есть, ну, я сразу понял, что он читер, я уже немножко прохалываю эту тему. Так, здесь у нас пацаны без варя. Давайте посмотрим. Так, чем они у нас тут занимаются? Они просто вышку захватили, да? Такие пацанчики, да, заряженные, заряженные, ебать. Кирилл, го, МПшки. Не, пацаны, я видосик, как бы, другой снимаю, поэтому, как бы, сейчас не до МПшек. Они тупо между собой стреляются. А он, по-моему, отводами, да, стреляет? Пацанчик тупо отводами стреляет. Ну, то есть, пацан реально отводами стреляет, как бы. По своим? Я понимаю, что он по своим стреляет. Так, чеченская мафия. То есть, они из одной организации, как бы, и они по друг другу стреляют. Это считается за, получается, как оно, ТК, по-моему, да, называется? Насчет этого, потому что я, честно, не знаю. Поэтому давайте я сейчас какому-то админу ТПхнусь просто. Видите, он тупо наглую, как бы, отводами стреляет. Короче, пацаны, я пообщался с многими администраторами. И мне зам главного администратора, такой же самый уровень, как я, сказал, что я бы за это дал ВАРН. Но дал бы он не за ТК, а за то, что пацанчик стрелял отводами. Поэтому сейчас мы выдадим ему ВАРН. Как бы, ну, я посоветовался, то есть, я не стал сразу бы давать наказание. Я изначально посоветовался со всеми админами. И мне зам главного администратора, ну, один из замов главных администраторов, сказал бы, что я бы за это выдал ВАРН. То есть, я ему выдал ВАРН, если что, он напишет жалобу, как бы. Возможно, я, конечно, не прав, но, как по мне, как бы, это такое себе то, что он так стреляет. Поэтому мы выдаем, как бы, ему наказание, багаюз. Я, честно говоря, не знаю, но вроде бы как я правильно выдал наказание, как мне сказали. То есть, возможно, я не прав, но если я буду не прав, то я извинюсь, как бы, и выдам человеку компенсацию, и все. Ну, видите, пацаны, бывают такие моменты, в которых я вообще ничего не понимаю. То есть, у меня еще мало опыта. То есть, у меня еще мало опыта, чтобы сразу принять решение и выдать наказание. Поэтому, прежде чем кому-то что-то выдать, я, как бы, советую с админами. То есть, я посоветовался с четырьмя админами насчет этого наказания. Поэтому, надеюсь, все-таки я все сделал правильно. Короче, там в разомасе каптик намечается за территорию. Что я хочу последить. Чисто так, по приколу. Я, конечно, не шарик, и там наказание можно выдавать. Но я хочу чисто со стороны, как бы, посмотреть. Ох, сейчас мяско будет. Ебать его в рот. Ебать сейчас мясо будет, пацаны. Тут просто их дохуишься, блядь. Так, давайте посмотрим. Так, побежали сюда. Они за ними пиздует, короче. Будем, короче, за ними наблюдать. Ну, здесь можно, как бы, и плюс-ц, как бы, и отводами. Тут все, в принципе, можно практически. Прямо таких нарушений сильных можно не найти. Ох, ебать, мне текстуры пропадать начинают. Просто их ебашат, нахуй. Давайте, давайте. Не знаю, за кого, ебать, но кто-то по-любому выиграет. Нормально, так, ебать, борьба такая. Все, они, короче, всех положили, я так понял. О, пацанчик пролетел, ебать. А ты шо, моя рыбка? Просто полетел, ебать, полетел. Давайте посмотрим. Вот там, кстати, часто обижают люди. Вот именно там, где он проехал, часто там срезают. Постоянно дальнобойщики. Как бы, я ничего против ними дальнобойщикам, но так делать не нужно, пацаны. Лично я так ни разу не делал, поэтому мне непонятно, зачем, типа, так делать. Ну, срезать, типа, вас могут просто-напросто посадить и все. То есть вы этим толком ничего не добьете. Только потратите свое время просто и все. И отсадите в деморгане. И рейс не довезете. Опа, чайба. Дядя, что ты делаешь, ебать? Ты шо? Нарушаем, ебать? Ты шо? А, ну, сейчас посмотрим, что он будет делать, короче. Ну, ему можно уже норм поезду, как видимо, выдать и ДМ. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Он пытается, короче, выехать. Пытается у нас молодой выехать, да? Сейчас у нас будет объезжать, да, получается? Объезжает, ага. Потом останавливает. Таранит, да? Ладно, я ему просто на поезду выдам, я не буду ДМ давать. Так, 125-й. Нелегал. Нихера себе. Та ты шо? Пасный пацан, я вам скажу. Ну, его нахуй. Механика вызови. Что, у него бензин закончился или машина сломалась? Ну, машина вроде целая, а бензин, может быть, и закончился. Я думал, как бы он, типа, там, нарывается на проблемы, там, туда-сюда. Как бы просто я попросил похода помощи. Все, пацанчик остался без бензина, ебать. Я, по-моему, не могу, да, заправлять? Сет фуэл. А, не могу. Давайте мы зальем, короче, 20 литров. Все, я, короче, ему заправил машинку. Алло, дядя, проснись, я тебе машинку заправил. Почему вы стоите на проезжей части, молодой человек? У меня бензина нету. Так, у вас есть 20 литров. Вы мне наполнили? Да. Спасибо. Не за что. Проезжайте, а то, может, у вас это врезаться. Все, я ему 20 литров, короче, залил, ебать. Все, отлично. Там какой-то школьник сидит, конечно, да. Мне сейчас страшно, пацаны, бывает. Так, Томас Варган у нас едет. Дальнобойщик, парень молодой. Все хотят потанцевать с тобой. Ой, родной, ой, родной. Вот это ты, конечно, попал. Драйв, короче, восьмой айди. Вот просто не повезло, когда я за ним в рекон зашел. Я как чувствовал то, что он сейчас поедет, именно так, как не нужно делать. Ебать, пацанчик нарушает. Я хуею просто. Опасный пацан, ебать, какой-то вообще. Ну, видите, он специально вылетел, типа, навстречку. Какой-то непонятный вообще пацан. Да, походу, придется его наказывать. Нарушает, молодой мой, нарушает. Мне кажется, у него скоро ремки закончатся, если он так будет ездить, реально. Я, что за ним не сижу, он постоянно, как бы, ну, он повстречечки летит, пацан. Хочешь подрезать, подрезать, смотри, смотри, смотри. Подрезал, ебать. Ну, дядя, ну, что ты делаешь? Вот нахуя он специально его подрезал, а? Да ебать там, блядь, катастрофа, я хуею, блядь. От него одни проблемы, смотрите, просто от него авария за аварией просто происходит. Хотел пацана скидывать, смотрите, смотрите, смотрите. Не, ну все, пацан, это ебать Габелла. Просто, да свидос, пацан. Ты реально нарвался до проблемы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok